Ё-моё, меня сейчас закопает нафиг. Вот здесь, внутри плесень. Совершили фатальную ошибку просто. Что вы так пацананском жили? Просто 5000 долларов, как из кустов. Будет капец, как весело. Выдвигаемся, объекта получается около 20 минут, объект будет рядом. Трейлер у нас подцеплен, нажимаем кнопочку трейлера и поехали. Объект, говорят, будет тяжелым, мы его еще не видели. Объект на два дня. Посмотрим, в Муране вот стоит. Кстати, продается моя Мурана, вот такая же почти. А так все нормально, у нас солнце, тепло, 10 градусов на улице. Все, едем работать. Следующее включение уже будет на объекте. Оставайтесь с нами в эту неделю. Я думаю, будет интересно, как всегда. Работаем, мужики, погнали. Вот мы на объекте. Это, кстати, такой же объект, как Тема Падовом уровне. Я, кстати, забыл рассказать в тех двух видео. Загнали нас в гараж. Разрешили быть в гараже. Такая улица. Работаем. Итак, дорогие друзья, мы представляем вашему вниманию окно в Европу. А точнее, окно на Бэхьярд чужой. Та-дам-тан-тан. Не заснял, как Тема его выбил. На самом деле думали, что это стекло, но это оказался пластик. Зачем мы это сделали? Это важный момент. У нас есть вот такая штука. Это вытяжка воздуха. У нас есть гофра, на которую мы сейчас должны пришпандорить вот сюда, чтобы вы понимали. Вот сюда пришпандорить и сделать вытяжку. Почему? Потому что, когда этот дом затопило, хозяин немножечко интересный такой дядька. Он вызвал сюда собачку, и собака нюхала. И собака нанюхала, опять же, мы в шоке сами, что вот здесь внутри плесень. И вон там собачку нюхала, что тоже есть плесень. Сейчас, во-первых, будем проверять псинов. Это однозначно, псины чекнем. И вот он так заморочился, то, что должно быть, чтобы ни одна пора плесени, короче, не вылетела к ним в дом. И вот поэтому мы сделали вот такой протект. Я, как сказал, в магазине по регламенту, до контракта, он прописал, чтобы на стене, на этой просто висела 6 мил пленка. Вот мы ее отделили, потом поставили баррикады, и там еще закрыли, и здесь закрыли все. КОНЕЦ Закончили нехитрыми вычислениями, мы можем посчитать. Сегодня биток пробил 60 тысяч долларов, а доллар, мать, поменяла для поездки в Варшаву через Францию и Турцию. Сегодня поменяла по 96. Итого, получается, 10 часов заправки. Но не жалуюсь, все классно, все четко. Хочу показать вам плазы. Получается, вот такие здесь офисы. И первое время, когда я приехал, было непривычно. У нас же, где продается что-то или офисы, они высокие, большие. А здесь вот такие. Я думал сначала, что это вообще склады какие-то. А сейчас уже начал разбираться, даже вывески видеть. Русский магазин вон там. Занимается каратэ, короче, пиццу даже продают, вейпы. Кстати, делают в одном стиле, что очень даже нефть. Ладно, едем подцеплять трейлер, но возле дома подцепим трейлер и на кучу. Надеюсь, что до дождя успеем. Финальный обход. Здесь нормально, здесь так доехали. Все, ничего не препятствует. Эта сцепка есть. Все, погнали. Мы, кстати, будем переезжать в этот дом, в трехкомнатную, на следующей неделе уже. Что у нас получается? 11. О, нифига, как малькает. 11. 100. 180. В гору, получается, даже полторы-двух тысячи оборотов нет. Спокойно идет гора под наклоном. Я не знаю, сколько градусов. Ё-моё, подкачиваю чуть-чуть. Даже 4x4 не включал. Вот они, тракторишечки. Сколько показывает, а расход еще не обновился. Я хотел посмотреть расход, сколько. Здесь мы берем часть плиточки. Честно сказать, немножечко мечтаем о таком верхаусе тоже. А пока сейчас я приготовлю. Здесь, кстати, вот эта фигня. Когда выгружал мусор, я ее поставил на крышу. Приеду, думаю, что-то, наверное, забыл. Думаю, точно, банка эта. И торможу она. Загружаем. Сейчас вот это, кстати, перебрали. Она вертикально стояла, с двух сторон. Знаете, как стекла возят? Стеклом сейчас перекидали. Потому что вот так мне нужно. Знаете, почему так мне нужно? Потому что, блин, вот эту тему огромную надо как-то загрузить. Буду мудриться сейчас будет. Я вам сейчас покажу разницу, как выглядит Шарлотт и как выглядит Нью-Йорк. Вот я по Шарлоттовскому. А он, чувак, по Шарлоттовскому. Видите, блин? Вот, вот эта Шарлотт тоже. А вот это вот Нью-Йорк, понимаете? Он не в своей тарелке. С такими ботинками, с такой сумочкой, бережками. И вот это вот, ему надо в Нью-Йорк. День подходит к концу. Съездил еще в магазин, купил стекловаты. А Витя вот такую тему купил. Под крупноформатную, получается, 1400 ее цена. В России сколько такая стоит? Хеллоу, гайз, приветствуем вас в школе ремонта в США, город Шарлотт, Северная Каролина. Мы находимся на одной из дач. Дача принадлежит федеральному прокурору, поэтому ведем себя спокойно и ничего не воруем. Вы помните, когда мы здесь сделали с одним юношей демонтаж? Смотрите, какая красота получилась. Достойно, да? Обратите внимание, сразу же вопрос, сколько стоит вот эта плиточка только вот здесь? Это полудрагоценный камень, чтобы вы голову не ломали. Скажу, что это стоит одну тысячу долларов. Мы здесь перевешиваем телевизор, мы здесь поднимаем гордины. Вот здесь еще гординочку надо поменять. Да чтобы вы так жили? Посмотри. Чтобы вы так жили? Жили и вот наслаждались. Где-нибудь в Саранске, допустим. Чтобы вы так под Саранском жили? Или под Сызрани? Привет, Сызрани. Я там, кстати, не был, но название смешное, да? Так, бежим, бежим. Это дача, чтобы вы понимали. Здесь мы перекрасили стены, подкрашиваем потолок. Диван разобрали, вытащили его сюда. По интернету посмотрели, диван стоит 14к зеленых. Вот, поэтому с диванчика нужно быть поаккуратнее. Мелкосрочный ремонт. На самом деле тут она просто говорит, давайте немножечко освежим. Перевешиваем тоже телевизор. Сейчас вот сюда Артем здесь замазал. Я ему чуть-чуть подмог. Вот так все, продолжаем работать, да? Надеюсь, у вас все хорошо. Все, двигаемся дальше. Спасибо, Артем, что поддержал телефон. Друзья, в наше время иметь хороший VPN-сервис на своем устройстве – это просто необходимо. И сейчас я хочу порекомендовать один из них. Он работает на операционной системе Android и iOS. Это единственный VPN-сервис, который может шифровать и обрабатывать трафик выборочно. Например, вы можете поставить, чтобы VPN работал только на Инстаграме и прогружал картинки с YouTube. А остальной трафик будет работать без VPN. Также приложение имеет обычный режим, в котором весь трафик будет проходить через VPN. Классное приложение, проходите по ссылке в описании, скачивайте, пользуйтесь на здоровье. Мы за безопасный интернет. И очень важно – это бесплатное приложение. Так, включение. Что у нас? Тема красит потолок, праймером прошлись. Хоп-хоп, джеб-джеб-джеб. Здесь эту комнату мы… Тем, давай разберем леса. Готовы освобождать. Я сниму карпит протект этот и начну, наверное, потихоньку затаскивать. Хотя один не затащу, затаскивать сюда этот диван. Покрасили, тут была главная претензия у нее. Ну, не претензия, ей не нравилось, что у нее вот эта полоса, она была неровная. То есть, ну, грубо говоря, покрасили плохо и залазили на потолок. Мы здесь все не переделывали, тут просто были такие дырки от гвоздей какие-то. Пятница, что мы делаем? Опять проводим операбельные действия. Вырезали краску, сейчас поеду подбирать. Нашли краску в гараже, думали, она подойдет. Решили фатальную ошибку просто. Я не знаю, как это сейчас будет выглядеть. О, господи, помоги. Эй, как ты делаешь? Еду с магазина, купил краску, продал мне два галлона белой краски на комнату и по галлону на те комнаты, где нужно будет потачапать гардины. Честно, переживаю, что мы там вот это пятно сделали, гардинное. Надеюсь, что будет выглядеть хорошо. Дом дорогой, мы там делаем как бы все качественно, классно. Короче, как бы не подвести. Вот, взял Артему орешки, фен, 25 долларов, потому что нанесли эту шпаклевку на, чтобы быстро подсохнуть. Ну, вот, 4 галлона здесь. Только меньше пол бака опять осталось. Он заправлялся. Когда? Ну, два дня. Ну, короче, на два-два с половиной дня хватает бака, если еще ездить вот так на далекие проекты. У меня мать, кстати, завтра утром, то есть через 8 часов она вылетает в Москву, с Красноярска, с Москвы полетит. В Стамбул, в Стамбуле ночуется, Стамбула летит. В Париж, в Париже тоже ночует. И с утра 4 числа, получается, она должна быть в Варшаве. И 6 числа, я не знаю, когда вы будете смотреть это видео, но 6 числа у нее будет собеседование. Подписывайтесь на телеграм-канал, там у нас чаще новости и вообще то, что происходит. А я поехал, проехал по ходу поворот, бля. Идет прокатка на первый слой вот этой комнаты. Какие-то трудности встретили, Артем, на своем пути покрасочном? Никаких? Ты мешаешь как-то вообще. Я мешаю. Вот понятно, так и жена моя говорит. Главное, она просит, чтобы вот эта линия была потом к потолку ровная. Ладно, стена кривая, это не важно. А вот чтобы линия не вот такая была. Артем, что у нас сегодня пообеду, а? Конкретно, плотно, ну-ка давай, ля, ля, красота какая, а? Турки что творят, мы вносим кебаби, правильное питание, обратите внимание. Плов, курочка, салатик, шаверма. Пятый день без сахара, ну реально без сахара, на чуть-чуть совсем. 2 грамма ставлю себе внутривенно. Осталось чуть-чуть и пятница закончена, значит врываемся в субботний день. Айфо у вас, кстати, сколько отдали? 30-36 баксов. Добро пожаловать. Настроение у меня не очень, Артем сказал, что не любит, когда я такой. Вот, поэтому чтобы настроение было получше, накидайте лайкосиков 33-летнему мужчине. Мы находимся почти в локтауне Шарлотта, дом это старый. И есть предположение, что в подвале здесь еще кого-то обслуживающий персонал держали. Вот, они уезжают на неделю, отправляют нам, здесь будет делаться демонтаж. Ну, честно сказать, огромная, огромная, вам насколько здесь? Ну, квадратов, наверное, 12 здесь, квадратов 12. Сейчас, смотрите, что у нас здесь будет. Здесь пол пальца, грубо говоря, я не знаю, сколько слой есть. Полтора сантиметра, наверное. И вот здесь бейсборд, на который кладут клей, он еще полончовый. И сама плитка еще толстенная. Короче, слой здесь порядочный, я не знаю, как это все будет отходить. Главное, чтобы оно не отрывалось вместе с полом. Это все выбрасывается, оставляется, попросила нам, куда-то сохранить. Честно сказать, такое настойное, ну, кабинетик, я не знаю, но он очень просто стрёмный. А он ей нравится, говорит, сохранить. Поэтому нам как-то нужно будет вот этот верхний слой, что здесь тоже, блин, вы гляньте. Сейчас все разломаю, благо, что все нужно ломать. Поэтому есть, молотки есть, ломы есть, руки есть, хотя правая болит сильно, поэтому еще настроения нет. Мать Польша меняет Евна Назмата, и ей в банке не поменяли, увидев паспорт РФ, сказали, иди отдыхай, короче. Она сейчас в отеле, и послезавтра у нее будет собеседование, работает. Спасибо Артему, напоминает сегодня Броконтентик. Нормально выглядит? Да, люто. Да. Двери унесли, двери тяжеленные. Туалет открутили, сейчас тоже унесем. Протекст выполнили таким образом. Все, пацаны скажут, нафиг едем в Америку, по-моему, пирукожопой не можете от этого... Да, ну нахер. О, еще не снял, что ли? А что случилось, Артем? А что такое? А идем по заднему двору. Покажу вообще, как обстоят дела. Начался демонтаж. Эта дорога, ведущая, ну вот, к центру, грубо говоря. Такая красота Артема. Заходим. Блин, ну туда, туда, честно сказать, не знаю, камер здесь нет. Там в Андре, очень много света наверху, видите, вазы интересные такие, а вот здесь, по-моему, да, это у нас туда, в подвал, не в гараж, и мы будем заходить в следующий раз как раз таки из этого подвала. Что-то свет везде повырубали, уехали. О, нормальненько. Это здесь коридор, там, получается, комнату мы сюда занесли, матрас один. Вот, а она уже застелила. Вот здесь света очень много, мне нравится, очень много света, окна большие, хоть и старые, но делали хорошо. Я так понимаю, там комната еще одна, и вот здесь тоже еще одна комната. Здесь кладовка. Четыре комнаты наверху, одна внизу, то есть это, получается, пять бедром. Ну и сами понимаете, да, здесь огромная, я, как я уже сказал, квадратов на 12. Все старенькое, от этого все обшарпанное, менять она не будет. А разобрали вот эту штуку, отнесем ее в гараж. Вот, ну и у нас, по сути, пол, и вот это, честно сказать, есть надежда, что пойдет это хорошо и быстро. Вода у нас отключена, сейчас поставим заглушки, у нас уже зачищено здесь все, канализов заткнем тряпкой, и вперед. Нашли вот такую вот штучку, смотрите. Раз, и хозяйка, моя, сампуня, моя, подать. Вот так что, продолжаем, чуть-чуть осталось. Вверх, вниз, туда-сюда, туда-сюда. Итак, демонтаж закончен, демонтаж был очень трудный, очень много плитки, мы едем груженые, там вообще с горочкой просто, я не знаю, около 2,5 тонн по-любому, наверное, везем. Ну, 2 тонны железных, устали, завтра еще один демонтаж. На мусорку сейчас это не повезем, повезем завтра утром, а сейчас едем, у нас переезд в комнатную квартиру, потому что ждем мать, и через 12 часов она будет встречаться с консулом. Вот, всем добра, как говорится, ничего суперинтересного на объекте не было, кроме дырки, которую мы вам показали, да, а дырку в соседнее село, как говорится. Еще немножко притапливаю, когда расход падает, вот от 11 до 8,3 до MPG, мы перевели, то это получается 22-27 километров на сотку. Всем хорошего дня, у нас впереди переезд, сейчас пельмени, а потом переезд, работаем, завтра новый демонтаж. Так, продолжаем, рабочий день, смотрите, BMW загрузили, загрузили таким образом, все почему, потому что у нас сегодня переезд. Baby tonight, baby tonight, девочка, ночь, ты меня называй. Погнали, давай, 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 давай. Удро в 7, время 6.18, получается, сегодня у нас среда, вопрос в том, что у меня сильно болит рука, уже 3 дня, и я пью обезболивающее, и тогда проходит, но вчера был переезд в новой квартире, я ее напрягал, и был два сложных демонтажа дня, вы видели, да. Поэтому сегодня я попрошу, наверное, подключиться, может, Артема, Артем с Артемом, если у него получится, будет здорово, потому что мне надо, чтобы мне кажется, рука отдохнула, иначе это будет плохо. И сегодня ночью, мать была у консула, ей дали предодобрение, кто не следит, если в телеграм-канале, мы будем ждать в апреле 10-го, должны отдать медосмотр, который нужно будет отправить им в посольство, и вроде как, они должны проставить визу, и будем ждать ее в начале мая. Поехали на свалку. Короче, на улице дождь, сейчас будет не просто весело на свалке, будет капец как весело, просто, там вы видели, сколько грязи? Сейчас вот как раз-таки мы используем наше 4x4, как говорится, но на самом деле, честно, я один, страшновасто нафиг, нигде бы с этой горы никуда не съехать, е-мое, но трак сейчас будет жестко грязный, я взял пакеты на ноги, я в Найках, в Аэрмаксах просто, потому что, почему? Потому что жена вчера выкинула мои кроссовки, но они были тряпочные, они бы ничем не помогли, грубо говоря. Просто веселуха, я вам говорю, там сейчас подразмыло, прямо нормально это все дело. Это рекорд 13200 на 1800 паундов больше, чем обычно. Сказал сказать, construction debris and house hall, типа, чтобы они, может, меня под крышу будут сюда пустили вывалить, но она говорит, больше у тебя construction, я говорю, да, потому что у меня там один этот, блин, один камень, что-то, одна плита, она говорит, шурует туда наверх. Короче, сейчас поедем наверх, нафиг. Вы уже знаете, это свалочка кто смотрит, но едем, сейчас посмотрим, как себя поведет в грязи. 4х4 загорелось, я думаю, так мне будет поувереннее. Посмотрим, что произойдет сейчас. Вау! Ну, гребем, гребем, потихонечку гребем, 4х4 идет, блин, ну, полторы тысячи оборотов. Блин, страшно, просто я вон там, вон, боялся, туда. Я сбросил расход, мне интересно посмотреть, какой расход, сейчас он покажет. Паркуюсь уже повыше. 4х4 подергивает. Хорош, думаю. Честно, всегда боюсь загвоздить здесь. Пойдемте, ну, сначала, что нужно сделать, ребят? Вы видели, что там творится? Я взял вот такую темку. Вот, что я подготовился, от переезда осталось. Сделаем следующим образом. Мы это натянем на ноги, так сказать, попробуем. Хотя бы чуть-чуть обезопасить найки. Вот такая темка. Одному не очень комфортно, но придется, придется делать это одному. Расцепа, расцепа здесь, расцепа здесь. Что у нас там в тракторишке? Все, расцепа тут. Все так же играет шарманка. Еще и снимать же все надо. Мой хозяин идиот. Так, мы готовы разгружаться нафиг. Так, нам надо не забыть еще отсюда выкинуть 4 мешочка. Так, открываем. Смотрим у нас что с зарядкой. А, зарядка вообще полная. Он, походу, как-то заряжается. Так, ну что, ап. Ой, тяжело ему. Тяжело. Блин, я еще без наушников. А вас, сори за... О, нифига. Она дернула. Никогда так не дергалась. Я испугался, реально. Как бы, как говорится, здесь не накопают сразу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Люди, наверное, смотрят, думают, вот идиот именно с телефоном. Конкретно гандеец. Это вперед. Кому-то валет, все четко, блин. Найк! Официальное обращение. Просмотрите вариант. Дядька фигачит. Кто тут спит? Сколько интересных час они, как думаете, получают? Ё-моё, меня сейчас закопает нафиг. Смотрим, сколько сейчас денег отдадим за такой вес. Ааа, вы видели, сколько MPG показывает? 4x4. Ааа, это прикол. Разгрузились, спустились. Смотрим, сколько вес покажет. 13200 мы заехали, да, было? Смотрим, смотрим, смотрим. Да, 9200, короче, 4000 паундов. А кто у нас тут? Червик-курва. Курва-червик. Да пердоли, червик. Кто не видел демонтаж отсюда, обязательно посмотрите, там сделана уже красота. И опять же, пацаны, опять я вот говорил, Александр, будешь смотреть, не клади такие большие ручки. Я понимаю, что их не хочется тратить. Но, блин, тяжелые и так хорошо с Артемом, если один бы я приехал, запарился их таскать один. Что этим, едем назад? Ага. Ну да, ничего такое. Вторая свалка. И по сути, едем еще на следующий демонтаж. Кстати, почистился трак после свалки. Здесь вот немного осталось. Слушай, гайз, глядите вообще. Вот это мощь. Гляньте, вот это вот уже более современненько так. Это видео, походу, реально будет называться «Видеосвалка». Хотя я уже так называл, вроде, одно видео, два видео назад. Но я опять на свалке, уже на другой, короче. You know what I mean? Мы загрузили вот с этого проекта мусор. Опять у меня полная лукошка. Но тут картон сейчас. Всякий такой легкий мусор. Честно, что-то настроение не очень есть. Я даже вчера ничего не снял. Пацаны на объекте. Сейчас мы едем туда. Кто уже давно смотрит и увидел вот эту тему, тот понимает, что, похоже, опять мы встретились с бетоном. Походу, надо его уже покупать. Короче, перфоратор. Потому что сейчас пришлось взять на сутки. Стоит это, да, не 90 долларов. Получается, что не совсем выгодно. Поехали. Сейчас Тёму попросил купить лекарство. Что-то голова болит у него. Едем на пацанавном объекте. Я потом покажу, что еще. Потом доставку сделать. На сегодня все. Короче, вот на такой мы улице. Вот пацаны приехали на машинах. Вот этот человек по доллару принимает доллар, два больше. Вот он на BMW M3 или M5, M3 собирает. Ни хера я не собрал. На сколько? 5 долларов собрал? Да я пишу 5 долларов. Ноль скинуто. А, ноль скинуто? Не ноль скинули. Даже его друг в лице меня ничего его не скинул. Во, П, поддержка. Не успел снять. Да мне надо с Аней ехать. Смотрите, это где, помните, мы были? Вот уже тут вот так. Красавелла какая. Просто красотища. Все, плиточка здесь. Окно будет меняться. Не хватило здесь пару упаковок. Крутой мой он, что-то вообще лютый. Я сейчас тут надел его подымнику. Подсовщимчик. А, где он? Вот он. Нет, другой. Вот он. А, вон, вижу, вижу. Сюда его. Смотрим. Две дыры. Ну-ка, куда стрелочка? Куда? Ну почти и то не до конца. И опять сотенка ушла. Едем на один проект, там кое-что пожарчик один затушит. Сейчас покажу, куда едет. Смотрим. Песок я высыпал. Сейчас вот это вот все соберу. Мусор. Ведро. И, кстати, зря я его сюда привез лопака. Песка сюда высыпал. Вот у меня восемь мешков. Один песок пойдет вот сюда, чтобы закрыть трубы. Но я думаю, что мне придется делать еще один рейс. Я уверен, что не хватит. Идея какая. Сейчас здесь сделаю котлованчик. Буду здесь же замешивать и туда это все подсыпать. Четыре мешка замешаю. Посмотрим, насколько хватит четыре мешка. Поэтому тут пока делаю уборочку. Сделали вот такой куч. Сейчас сделаем кратер тут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дождик прошел, поэтому вроде как нормально. Помните этот проект? Кто смотрел? Смотрите что получилось с ним, какой кайф! Гляньте Добавил DimaTorzok Давай садись Оп Офига Капец ли даже руку не могу засунуть вот это америка салон такой чё обычный нормально все в карбоне вот еще экспонатик интересно смотрите не знаю что здесь пластик но не знаю навряд ли карбон на просто пластик такой тоже кто-то заморочился же сделал сколько бабла он сюда влил колонки у него такие получается стоят садрика смотри-ка все в коже обшито два сапчика я думаю что качает он вообще быть здоров просто не знаю насчет кого как он едет но качает он вызов но все там все облепили ту ту м q но она действительно хороша чё тут говорить здесь диски уже поинтереснее но это постарее вот мы приехали на чем вот наш по-сиротски мы опять как всегда а хоть сюда уже по поближе стали по-сиротски адвокатская контора панченко обращайтесь кому жить хорошо в сша а вот кому адвокатская контора мы кстати обращались туда красиво уважаю смотрим ребят собрались вот кормил мясо у нас вот евгений вкусно доброе утро гайс сейчас забираю было все кабинеты и забираю плитку и покупаю гипсокартон и покупаю фанеру едущего форум декор покупаю там еще и делаю доставку я приехал с прицепом с пустым прицепом мы с пустым траком сейчас будем загружать все длинный какой палкой не так говорят что у нас это не доработано будет короче работает ребята на демонтаже проходим пожалуйста я вам покажу сейчас чем мы будем заниматься давайте как говорится без войны и у нас сегодня здесь демонтаж пола происходит его немножечко водится разбилась здесь после развития водицы образовались некоторая плесень вот этих местах что хорошо демонтировали это за нас вырезаем тут квадратик вот такой квадратик и вот здесь будет система шлюта ванночка остается на месте поэтому мы сейчас ее благополучно закроем дельфинов выпустим наружу от этот огромная мера дискотечника в клубе сказали оставить на месте вот поэтому оставим на месте тему жилом и ножа принес 2 батьки одна мамаша демонтируем вот это и все ребята все на сегодня все просто 5000 долларов как с куста нормально работаем зарабатываем а вот вообще некуда вентилятор принесем а разве окно да а как там евро балкон уют тепло приносит дом компания евро балкон 205 205 монтаж современных теплополконов в городе красноярске и край айсакова таранетка на наставить идут ребятушки мы я вообще расслабился честно сказать не снимал вообще ничего два дня тут уже сделал демонтаж у нас а на этом объекте помните где на самом деле сегодня работал здание после демонтажа вчерашнего доставили сюда вот такое количество плитки поговорили с человеком который держит эти мотоциклы а у него жена ведь этом карты жена катается на лыжах и вот это все трассы которые она была здесь там колорадо калифорния короче вот все он рассказал нам про гнездо говорит она сделала его за день птицы сделала ему через ту щель говорит таскала и за день сделала вот это гнездо привезли кучу плитки еще сейчас отвезли сдали плитку в магазин потому что помните том видео показывал что мы там взяли нового человека на новостройки это было последние объекты и потом она короче закосилась это женщина с которым мы сотрудничали все а плитка у нас уже была закуплена поэтому поехали и сдали там около косаря получилась два магазина на связи артусын как дела гайз первое что хочу выразить соболезнования теория это грустно мы делаем демонтаж сегодня фартука самом деле очень маленький демонтаж мы делали больше протек как всегда пойдем покажем сейчас какая линия у нас для того чтобы выкинуть он кстати трейлер стоит вы понимали вон там внизу это короче вокруг всего нужно пройти зеркало снимаем просто оставляем ему и меняется полностью это вся кабинка душ говорится наказание к району вас не кто-то сказал типа хочешь чтобы было больше просмотров покажи как ты работаешь как я могу показать когда как я работаю если я работаю в этот момент вот детская комната вот песен пивость у нас вот путь наверх просто лестница в небеса в какие-то через красит причем 69 вот нормального людей хороший градусник здесь мы немножко за протекти чем ухана ситуация произошла неприятное кольцо свингерное кольцо сломалось а где вот это я думаю что будет менять наверно пока я уехал артем красавец раз раздолбил вот это все тут был на гипсач прикручен получается цемент борт это неправильно мы сейчас это снимем только на на надо выше будете прорезать выше вот клейки здесь все сняли это оторвем и зеркало давай зеркало снимем вот мы зашли в ресторан пообедать чтобы вы понимали меню нам дали вот японский ресторан меню вот мне можно дочку устроить короче чтоб подрабатывалась еще вырезала закончили работу ведем стыковка apollon 12 прыгать поели кстати не очень роман роман это не моя тема причем дорого ужасно даже говорить не буду сколько еду на свалку всем доброго дня расслабился я совсем не снимаю а тут не вам черчера написали в комментариях что я приехал такой интеллигентный казался стал такой плохой мужлан такой интересный про семью показывал про жизнь а теперь вот это вот все-таки одна стройка и работа чуть-чуть есть в этом смысл за него но смысл то что блин это и жизнь сейчас моя так мы я меняю там свои ответственности вы можете их посмотреть как я перехожу от уровня к уровню так пока чего всем утра дождь мне нужно два склада и на доставку забрали первый туалет получился конфуз потому что на брэйди заказ а брэйди указал виктора приехал вообще и джин мы забрали все равно все нормально сейчас поеду на один склад и там заберу еще плитку и полечу пацана один из складов где мы забираем заказы видимо много афроамериканцев работает тут целый лук затем ругается что я без него ничего не сделаю смотрите дизайнеры туда зеркало поставили смотрите теперь как видите заходишь и отражение такое как будто у тебя там пролет целый а это просто зеркало стоит на трейлере колесо пробил когда на кучу на свалку на одной из оси приехал вот сюда видя посоветовал тут два варианта да или просто шпильку туда вставляет эту резиновую либо делают заплатку то есть со стороны с внутренней стороны естественно попросили заплатку потому что но вес веса же как бы трейлер тяжелый вот 30 баксов говорит видео говорит нет пошел торговаться с ним до 2 царика 2 царей должен быть а так вот такая станция смотрите сколько здесь входа фраз два три четыре на пять входов ваш квитка говорит здесь все время очередь ребятки такие интересненькие работают молодежи много не знаю сколько здесь зарабатывают не думаю что супер много роботом!